История успеха или рабочие профессии. Наш канал регулярно показывает людей, которые добились успехов в той или иной области, и плюс они продолжают оставаться в Приднестровье, работают у нас, и являются примером того, что у нас можно и жить, и зарабатывать, и идти, и двигаться вперед. Яркий пример такой истории успеха, кстати, директор завода Квинт, Олег Баев, который начинал как простой рабочий, и вот сейчас эта личность известна не только у нас в Приднестровье, но и далеко за пределами, с большим авторитетом. Можно еще вспомнить Молдавский металлургический завод. Там целыми династиями работают, и именно уже с детства знают, кем они будут. Это гордость в Рыбнице быть металлургом. У нас на Терротексе династиями работают, на нашем хлопчатобумажном комбинате. В принципе, многие профессии предполагают династии, преемственность поколений. Наши сюжеты показывают, как люди фанатично преданы своему делу, как они десятилетиями находятся в одной профессии. Иногда меняют профессию, иногда обретают себя по-новому. И понятно, что любимое дело – это, конечно, залог успеха и того самого движения вперед. Давайте посмотрим сюжет Вадима Гачкова о таких вот наших порой незаметных героях. Рядовой день. По городам Приднестровья гуляют сотни людей. Кто они? Русские, молдаване или украинцы? Молодые или взрослые? Вегетарианцы или мясоеды? Трактористы или банкиры? Швеи или официанты? Население нашей страны более 475 тысяч человек. Все мы строили, строим и будем строить наше государство вместе. Но каждый по-своему. Я люблю эту работу, мне очень интересно. Нельзя ошибаться в этой работе, как, мне кажется, во многих профессиях. Внимательность, прежде всего. Судьба моя даром не прошла. Все-таки после нас эти виноградники останутся, они будут радовать даже наших детей. Работа мне нравится. Я сам выбрал этот путь. И по нему иду, не останавливаясь. 15 лет он уже ходил. Только со школы оставлял сумку и ко мне на поле. Практически 2 недели мы дома и не были. Потому что было очень много порывов. На термометре почти ноль. Но в домах преднестровцев комфортная температура. Все под чутким контролем работников теплосетей. Николай Скутарь стал хранителем тепла 30 лет назад. Начинал инженером, теперь руководитель. Каждое утро начинается с докладов теплопунктов. На все не больше часа. Дальше объезд участков. А горячее водоснабжение сейчас будет подключено. Потому что эти дома, конкретно Зелинского 26-28, с понедельника отключены. Срок у нас по горячей воде. И срок сегодня. 29-й год уже. Больше 28 лет. Стоял выбор, конечно, в свое время. Но у меня дядя в этой области работал. Брат двоюродный. И пошел по их стопам. Посоветовали. И не пожалел ни разу об этом. Электричество, оно такое, что невзирая на стаж работы или на годах, оно все равно так же действует что на новичка, что на профессионала. Работа нравится тем, что всегда совершенствуется. Можно сказать, что появляется с течением времени всегда что-то новое. У нас много служб в электросетях. Есть службы ПРП, кабельщики, линейщики, освещением кто занимается. То есть бригады разносторонние, которые в сумме, в совокупности обслуживают весь город и всю республику. Я горжусь, конечно, такими виноградниками, что, как бы, можно сказать, что, как бы, судьба моя даром не прошла. Все-таки после нас эти виноградники останутся. И они будут радовать даже наших детей. И, может, после нас даже и наши дети, внуки будут еще работать здесь. Работать в поле Анатолий решил в детстве. Еще совсем мальчишкой родители брали его с собой, когда шли на работу в местный совхоз. После школы Анатолий без раздумий поступил в сельскохозяйственный техникум. В родное село вернулся дипломированным специалистом. Любовь к своей работе, любовь к виноградникам. А со временем у тебя появится и мастерство, и знания, опыт. Поэтому самое главное – трудолюбие в человека. Все остальное постигнет он. Я много о виноградниках узнал, но до сих пор еще новое узнаю. И, мне кажется, предел совершенства просто его нет. На Квинте работает вся семья Анатолия – супруга и сын. Агроном шутит – любовь к земледели у них передается по наследству. 13 лет назад Виктор Паранюк устроился на ММЗ. Простым слесарем. Работал и параллельно учился. Сначала в учебном центре ММЗ, потом заочно в Петербурге. Но главным наставником всегда был отец, и ученик превзошел своего учителя. Сейчас Виктор – мастер и руководит бригадой. В его подчинении 11 человек, в том числе и отец. Работа мне нравится. Я сам выбрал этот путь, и по нему иду, не останавливаясь. И сейчас даже не приходится останавливаться, так как в данный момент на заводе есть много модернизаций, реконструкций. И, исходя из реалий сегодняшнего дня, нужно заниматься самообразованием. Потомственные трактористы – просто человек своей земли. Знакомьтесь, Станислав Петриман. В родном колхозе трудится механизатором почти 40 лет. Трактор, экскаватор, комбайн. Говорит, с любой техникой управляется. Навыки от отца и деда перенял. Надо любить землю, чтобы работать в колхозе. И сын у меня вот тоже комбайнер, тоже тракторист. 15 лет, он уже ходил, только со школы оставлял сумку и ко мне на поле. В поле на тракторе сын Станислава Вадим вышел еще до армии. С тех пор уже 17 лет трудится с отцом. Механизатор – это чисто мужская профессия. Круглый год есть работа. Весною сеем, летом междорядья делаем, ремонтируем комбайны готовим к уборке. И уборка, вот сейчас закончим уборку, покатаем. Опять все в культивации. Что объединяет всех этих людей? Каждого можно назвать работягой. Все они занимаются тяжелым, но важным делом. Благодаря им в домах тепло, на столе хлеб, а в окне свет. Это их заслуга – людей рабочих профессий.